Всем привет, меня зовут Лиза и сегодня расскажу вам о том, что нужно знать, чтобы начать рисовать в Procreate. Те самые базовые функции, без которых не обойтись новичку. Несмотря на то, что интерфейс в этой программе интуитивно простой, иногда такие вещи нужно проговаривать, потому что что для кого-то кажется очевидным, кому-то может быть непонятно. Для начала это, конечно же, ползунки с регулированием размера кисти и ее прозрачность. Самые базовые горячие клавиши. Чтобы отменить действие, нужно нажать по экрану двумя пальцами, а если вернуть, нажмите тремя. Новый слой создаем, нажав в правом верхнем углу на два квадратика, затем на плюсик. Цвет меняем, коснувшись самой крайней иконки вверху. А чтобы объединить слои между собой, нужно сделать пальцами вот такое движение. Продвигаемся к самому интересному, а именно к созданию цветовой палитры и референсов. Ищем самые интересные цветовые решения и сохраняем их. Для вдохновения я, конечно же, использую пинтерест. С обновлением пришла функция создания референсов. Для этого нужно нажать на иконку с гаечным ключом, холст и перетянуть ползунок с надписью референс. Появляется небольшое окно, в котором можно приближать, поворачивать картинку и все что угодно. Чтобы изменить фото референса, нажмите импорт. Конечно же, все это можно заменить, добавив второе окно на планшете. Но оно занимает слишком много места. Лучше оставить его для просмотра фильмов или сериалов, если вдруг у вас под рукой нет ноутбука. В таком случае лучше перенести окно с фильмом в левую часть экрана, если же вы, конечно, правша, чтобы под рукой не мешалось. Самое клевое, что из окна с референсом можно пипеткой копировать цвет. Задерживаем пальцем на экране пару секунд и выбираем наиболее понравившийся оттенок. Но вдруг, представим такую ситуацию, вы не хотите использовать референс и вам просто нужна готовая цветовая палитра. Для этого переходим в вкладку с выбором цвета. Выбираем палитры и в верхнем правом углу нажимаем на плюсик. Создать из фото. Программа автоматически создаст из выбранной вами картинки цветовую палитру. Я обычно таким не пользуюсь, но вдруг для кого-то это кажется супер полезной информацией. Не менее важная функция для работы это блокировка слоя. Переходим в слои. Нажав один раз по слою, который вы хотите заблокировать и выбираем блок альфа канала. И теперь на слое, которым вы заблокировали, можете рисовать все что угодно, не выходя при этом за границы. А если вы еще ползунок с прозрачностью поставите на середину, можете создавать красивые цветовые переходы. Очень полезная функция, которая значительно ускорит вам работу. Это симметрия. Выбираем ключ, холст, перетягиваем ползунок с направляющими и далее выбираем правка направляющих. Внизу появляется поле, где вы можете регулировать настройки симметрии. Прозрачность, толщину и цвет центральной линии. Готово. С этой функцией вы заметно быстрее нарисуете как портрет, так и любой предмет. К примеру, как персонажа. Чтобы не соврать, я его создала меньше, чем за минуту. Ну прям очень быстро. Если бы еще видео не снимало, вышло бы короче. Если вдруг вы захотите перенести, уменьшить, увеличить или повернуть какой-то объект или часть объекта, нажмите сюда. Выделяйте необходимую зону и нажмите на курсор. И тут вы можете выполнять все желаемые действия. Еще одна полезная вещь. Чтобы нарисовать ровный круг, соедините два конца между собой. И задержите палец на экране. Неважно какой формы до этого у вас был круг, он превратится в идеально ровный. Главное не отрывайте руки. Вот за такой небольшой промежуток времени у нас получился полноценный портрет. Пользуйтесь. А теперь я расскажу вам о новой интересной функции, которая также вам ускорит работу. Это панель с быстрым меню. Там вы можете выполнять базовые действия намного быстрее. На которые раньше вы потратили больше времени. Еще по ходу вспоминаю, где что находится, как у меня, например. Чтобы создать такую панель, нажмите на ключ. Настройки. Управление жестами. И выберите быстрое меню. Справа у вас появится панель, на которую можно выбрать, под каким действием она будет появляться. Я выбрала обычное касание пальцем по экрану. Хотя есть много вариантов, выберите наиболее подходящий именно вам. Быстрые действия можно менять, задержав пальцы на панели несколько секунд. Когда я только начинала рисовать диджитал, я недооценивал такую штуку, как коррекция цвета. Выбираем палочка. Кривые. Слой. Это то самое волшебство, когда из тусклой картинки можно сделать настоящую конфетку. Перетянув всего пару ползунков. И уже можно сказать, что это иллюстрация другого уровня. Напишите в комментариях, как вам видео, и было ли вам что-то из этого полезно. А заодно не забудьте поставить палец вверх и подписаться, если еще не подписаны. А с вами была Лиза, и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok